Учащиеся, или как правильно сегодня студенты, потому что я студентом никогда не был, я был курсантом, а потом пошел служить, и дальше от солдата до генерала, будем говорить так. Поэтому я хочу представить наши сегодня... Проект день создан в Москве ветеранами, ветеранами московских ветеранских организаций и педагогами московских школ. Если день рождения Красной Армии имел точку отсчета своим годовщинам, и отсчет был направлен только в будущее, то День Защитника Отечества не имеет такой точки отсчета, что позволяет заберут на всю многое роковую глубину исторической героической... Целые города СССР становились городами героями. Руководил страной Сталин, которого его современники называли «Вардем народов». О нем сказано и написано много хорошего и много плохого, но граждане России должны знать истину. А теперь разрешите представить, пригласить на сцену студентку нашего Московского гуманитарно-экономического университета, Гречишки Пуздаль. 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 рабочей крестьянской Красной Армии, о том, перед историческим экскурсом этого названия, вы, наверное, послушали в предыдущем. Значит, скажу так, первое, он должен быть морально готов к выполнению этой службы, морально. Он должен сам себя готовить с детства. Почему я стал военным? У меня в роду во время Великой Отечественной войны погибло 17 родственников. 17. Из них два родных дяди, которые ушли на фронт. Один в 43-м году погиб, второй погиб 9 мая 1945 года. На 10 лет. Советского Союза и Российской Федерации, и служил я, слышали такую организацию, глава разведывательного управления генерального штаба, наверное, да? Ну, про старейший Грубыша. Ну, тоже я сразу не стал генералом. Я начинал тоже с военного Рязанского десантного училища. Потом был, после окончания училища, в 1979 год, 26 декабря, это началось событие в Афганистане. Мне пришлось немножко там поучаствовать в захвате дворца Амина и его, так скажем, манистаре Чеченской республики. Вот. Но про себя больше ничего не буду говорить. Будьте вопросы будут задаваться. Я расскажу про то, хочу рассказать про то, как, вот, что такое, вот, как Николай Глаз сказал, ну, патриотизм. Вот. Пару примеров буквально. В 1960-й год. Пехотная рота выполняет боевую задачу по захвату каравана и попадает на территорию Афганистана, и попадает в населя, и они, значит, отходят, ну, пытаются вывезти своих бойцов из-под огня. Их запирает просто, вам не считает, кашарь. Ну, кашарь – это такой закон для Амеры. Ну, это же... Внизу... В серверу живота не жалея, Свою грудь подставляет За Россию свою Тем, кто выжил в Афгане Свою честь Возвратив им обратно Живых сыновей Офицеры, офицеры Ваше сердце под прицелом За Россию и свободу Господа офицеры Скажу только, что Абель, он известен всему миру. А настоящее имя – это Вильям Генрихович Фишер. Вот. Он уроженец Англии. Отец у него немец, мать русская. Они, его родители ехали в Англию в политиммигранцию, потому что были... ПЕСНЯ 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 Хотел бы я пару слов сказать по поводу этого. Это только сигнальный знак нашей организации, совет ветеранов боевых действий, который сегодня... ПЕСНЯ 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 Поздравление с Новым Годом. К сожалению, раньше не получилось, поскольку все товарищи заняты. Но сейчас вот есть такая возможность. От имени ветеранов нашей организации поздравляю вас и ваших товарищей по оружию с наступающим Новым Годом. Желаю здоровья. Мы должны сделать общую фотографию с нашими гостями. Так, Маш, команду как выстраиваемся?